Вчера было голосование по ВТО. Единственная фракция, в котором он в составе проголосовал за ВТО, была Единая Россия. Все остальные фракции проголосовали против. И кто-то еще? Один из державших, все. Не-не-не, там было сколько голосов? 238. 235. Столько в Единой России голосов нет. Значит кто-то еще? У меня просто под руками нет голосования, но... Поименно я тоже не успел посмотреть. Ну понятно, что это не целая фракция, а какие-то... Ну еще... Да-да-да, согласен. Да, все правильно. Партия, фракция голосовала за ВТО. Вы их лично? Я лично не успел на голосование. Ну понятно, что это не целая фракция, а какие-то... Ну еще... Столько в России... Да-да-да, согласен. Да, все правильно. Если мы говорим о ВТО, поступила команда, Россия ведь туда вступила. Все. Есть знаменитый слоган миссис Тэтчер. Тина. Т-И-Н-А. Нет никакой альтернативы. Вы должны открыть свои границы и впустить наши товары. Только так вы сможете преуспеть. В результате они не преуспели, а наоборот потерпели неудачу. Для начала, конечно, нужно договориться. А для этого необходимо пойти на компромисс. Я всячески выступаю за вступление России в ВТО и считаю, что вступление России в ВТО очень важно как для нее самой, так и для всего мирового сообщества. И я надеюсь, что это произойдет чем скорее, тем лучше же способен. И в этом плане вступление в ВТО не является таким большим злом, как иногда его представляет. Наша позиция состоит в том, что, конечно, по столице вступления России в ВТО они очень негативные. Нету такой единых правил функционирования ВТО. Ни одна из надежд не оправдалась оптимистов в отношении вступления в ВТО. А потери экономики даже превысили пессимистические прогнозы в кратчайшие сроки. Эксперты говорили, что бюджет России потеряет 500 миллиардов рублей в год будет терять после вступления в ВТО. Так мы видим, что только поступление от внешнеэкономической деятельности составит такую сумму. А если мы сюда приплюсуем, значит, учтем эффект от сокращения, от продаж российских товаров, от падения экспорта и снижения рядных доходов населения, в разы превзойдет вот эти 500 миллиардов, которые, собственно, только на таможне мы потеряли. Но потери-то главное, это не только деньги, это сокращение рабочих мест, это исчезновение промышленных предприятий, это потеря перспективы развития, экономического развития страны. И в этом плане вступление в ВТО не является таким большим злом, как иногда его представляют. Кто выиграл сегодня от ВТО? Вступление в ВТО. Ну, единственный выигрыш, конечно, можно обозначить, это отмена поправки Джексона и Веника. Но что мы реально сможем поставлять в Соединенные Штаты? Те же самые энергоресурсы, те же самые, так называемые, raw materials, да, сырые материалы. Кто еще выиграл? Ну, безусловно, Газпром, который, возможно, пустят в газораспределительной системе. Газпром и наша нефтянка выиграла еще и потому, что мы взяли на себя определенные обязательства. И уж, конечно, теперь тоже насчет экспортных пошлин мы их увеличивать просто так не сможем. То есть они обеспечили себе достаточно серьезное и беззаботное, так называемое, будущее. Одно из плюсов политического доминирования – это красивая жизнь за счет побежденного. Вот мы сейчас это и наблюдаем. Есть два выгодополучателя, как бенефицары, как сейчас говорят. Это Запад, который получает дешевость. И вторая группа людей, которые, собственно говоря, имеют дело с торговлей углеводородами, нефтью и газом. А это известный Кооператив Озеро или Путин Инкорпорейтед, включая там Чинченко с его, Гунвар там, офшорным, так сказать, холдингом, который торгует третью. То есть здесь конкретные, чисто конкретные интересы, и эти интересы уже можно назвать коррупционными. То есть интересы, коррупция в данном случае верхушки, заставляет принимать их решение, которое будет прямо уничтожать экономику Российской Федерации. Вот, казалось бы, полный пример того, как коррупция, коррупция в широком смысле, продажность верхов, начинает идти вопреки национальным интересам страны. То есть они обеспечили себе достаточно серьезное и беззаботное, так называемое, будущее. Но это будущее не интересы всей нашей страны. На самом деле идет процесс выстраивания системы таким образом, чтобы мы были исключительно и прежде всего сырьевым и энергетическим придатком. То есть мы обслуживали промышленность других стран. О том, что Россия является узкоспециализированным экономическим сегментом мировой экономики, а в связи с этим мы обязаны быть ВТО. Узкая специализация – это узкая специализация. Это газ, нефть, природные ресурсы, сервис, логистика, часть транспортных, транспортные инфраструктуры. Вот наша специализация. Ключевой вопрос сейчас – это ВТО. Это третья попытка взять под свой контроль по существу наших природных ресурсов. Получить к нашим природным ресурсам доступ как к своим. Третья попытка Запада. Первая попытка – 93-96 годы соглашения о резерве продукции. Возник законопроект, который, к счастью, тогдашний первый выборный Совет Федерации сумел отбить. Вторая попытка – Европейская энергетическая хартия. 97-й год. Она была подписана правительством. Или президентом, я уж не помню, кто подписывал. И тогдашняя преимущественно Левая Дума, то есть это были и коммунисты, и аграрники тогдашние. И была фракция, Лазевско-Бабуринская такая там была фракция. Совместно они отстояли. Это решение принято изначально, в 91-м году. Наши сравнительные преимущества – это, конечно, топ-нометические ресурсы и сырье. Причем не надо думать, что экспорт подобного рода сырьевых ресурсов – признак какого-то национального унижения. Скажем, самая развитая в мире страна по индексу человеческого развития качества жизни – Норвегия. Норвегия – тоже страна, которая в высшей степени зависима от экспорта нефти, нефтепродуктов и газа. Вопрос внешней торговли, регулирования внешней торговли – это вопрос всегда абсолютно прагматический. В этой связи здесь не надо заниматься догматизмом, надо быть прагматичным. Надо понимать вместе с тем, что мы должны отстаивать интересы своей страны, своих граждан, своих потребителей, а не интересы отраслевых лоббистов. В России возврата к прежнему регулированию не будет. Россия останется рыночной либеральной экономикой. Мы сохраним для всех этот либеральный режим, который, на мой взгляд, является одной из фундаментальных основ для полномасштабного инвестирования в экономику России. Сами корни спора уходят в начало 90-х годов. Тогда мои тогдашние и нынешние оппоненты говорили, что не надо ничего делать. Надо просто освободить экономику. Кстати сказать, под этим имелось в виду снять таможенные пошлины. И инвестиции к нам придут сами собой. Я искренне надеюсь, что это была не сознательная ложь, а просто непонимание того, что такое инвестиции и зачем они приходят. Что инвестиции приходят за прибылью. Больше ни зачем. Мы сохраним для всех этот либеральный режим, который, на мой взгляд, является одной из фундаментальных основ для полномасштабного инвестирования в экономику России. И в этой ситуации нам предлагается идти дальше. Многие эксперты того же ВТО, Всемирного банка, Международного валютного фонда говорят, что у нас вообще много, излишнее количество предприятий. Говорят о том, что нам нужно их децентрализовать. И что в итоге этого всего мы получим? То есть сегодня, если мы это сделаем, то если, естественно, идет в частные руки, она, может быть, и будет работать эффективно. Но уже не в интересах государства и финансы, получаемые государства. Это сегодня около 70% всего бюджета формируется за счет этого. Они будут проходить уже мимо государственного кармана. А дальше можно еще часть обанкротить, оставшуюся, искать, что во всем виноваты ВТО. И в этом плане вступление в ВТО не является таким большим злом, как иногда его представляют. Вступление в ВТО это решение, которого мы не могли отказаться. В связи с вступлением в ВТО. Послушайте, я сто раз уже всем сказал. Мы всем в ходе процесса переговорного всем заявили. Введем тогда, когда полноценно присоединимся. А до этого у нас свободные руки. Они развязаны у нас. Вступление в ВТО это решение, которого мы не могли отказаться. А до этого у нас свободные руки. Они развязаны у нас. То же самое, Анищенко сейчас не сможет запретить какие-то либо продукты. Да, согласен, у него будут ограничения, у остальных тоже будут ограничения, но я с этим согласен. Тоже свинину сейчас будет экспорт сплошной, потому что открыли одну неделю. А чем свинина у нас хуже в плане изначальных условий? Наша дороже. Почему? Потому что она у нас дороже только по одной причине, что у нас производительность труда в 3 раза ниже, чем в Европе. Поэтому она дорогая, а не потому что у нас холодно. Для свинины холод вообще не важен, потому что свинина выращивается в помещениях. Нам нечего продавать, кроме наших полезных ископаемых химии и металлов. Но это не так. Нам есть что продавать. Если в России будут построены новые заводы, то мы можем вполне продавать их продукты. А у нас производительность труда в 3 раза ниже, чем в Европе. Не потому что мы дураки, а потому что нам запрещено иметь высокое технологичное оборудование и высокотехнологичное производство. Нам запрещено менять тип экономики на инновационные, то есть делать эффективную экономику. Нам это прямо запрещено. В принципе, если в России будут построены новые заводы, то мы можем вполне продавать их продукцию. Мы исходим из того, что все деяния, приведшие к существенному ослаблению обороноспособности страны, Путином совершены осознанно. Находясь в 1998-99 годах во главе ФСБ России, он расформировал управление экономической контрразведкой и контрразведывательного обеспечения стратегических объектов. Первое выявляло все самые тяжкие экономические преступления, второе не давало уводить предприятия, составляющие славу страны, в собственность иностранцев. В принципе, если в России будут построены новые заводы, то мы можем вполне продавать их продукцию, того же автомобилестроения, который у нас более-менее в нормальном состоянии. Недавно в нашей автомобильной столице, городе Тольятти, произошло, можно сказать, знаковое событие. По просьбе нового руководства завода сюда, на автоваз, привезли для поклонения чудотворную десницу пророка и предтечи Иоанна Крестителя. Дела на нашем автогиганте идут, мягко говоря, неважно. И как это не грустно сознавать, спасти завод в его нынешнем состоянии способно только чудо. Начальство, которое заказало и оплатило прилет в Тольятти всехристианской святыни, понимает это как никто. Мы считаем, что прибытие сюда мощей и поклонение прихожан к этим мощам укрепит веру, дух тольяттинцев, самарцев, заводчан. Неравные условия конкуренции. Вот вы говорите, давайте усилим конкуренцию. Вы уже так усилились в России, что никто уже не хочет инвестировать в машиностроение, в автомобилестроение. Если в России будут построены новые заводы, то мы можем вполне продавать их продукты. Потеря это главное, это не только деньги, это сокращение рабочих мест, это исчезновение промышленных предприятий, это потеря перспективы экономического развития страны. Говорят, что ВТО сделает дешевле товар для нашего внутреннего потребителя, иностранный товар. Чтобы что-то купить, надо что-то продать. Что мы будем продавать? Кто-нибудь вообще объяснил, членораздельно, а что у нас планируется производить? Что конкретно? Покажите пальцем, кроме сырья. ВТО один из тысяч актов, который в связи с этим действует. И не вступать в ВТО, это... Ну как бы это сказать? Ну тогда давайте вот все другие правила не выполнять. Какой смысл тогда вообще бороться за ВТО? Какой смысл тогда вообще бороться за ВТО? Глупость. Тогда давайте вот все другие правила не выполнять. Какой смысл тогда вообще бороться за ВТО? Глупость. А до этого у нас свободные руки. Они развязаны у нас. Говорить, давайте не будем вступать в ВТО, это в этой системе координат. Означается, каждым годом все больше и больше отставать. Не получается так, что айфоны, гугл, мы из цивилизации, вот камеры, которые нас снимаем, мы берем, а другое не берем. Мы тогда будем всегда отставать. Мы тогда никогда сами не сделаем. Означается, каждым годом все больше и больше отставать. Сельское хозяйство живет на дотациях. В Европе это 300 евро на 1 гектар в среднем. У нас 6 евро на гектар дотации. И нашему крестьяну говорят, вот конкурируй, пожалуйста. У нас открытый рынок, мы часть мировой экономики конкурируем. Только тому 300 дают, а этому 6. И вступление в ВТО, вот вы говорите, защитили интересы сельского хозяйства. Вот вы поставили печать и подпись, что всегда теперь будет такое соотношение. 300 и 6. Месяц назад на саммите в Брюсселе было подписано соглашение о возможном вступлении России в ВТО. Проблемы все сняты. Председатель Еврокомиссии Борозу тогда сказал, такого успешного саммита в истории ЕС еще не было. И ему действительно есть чем гордиться. По оценкам западных экспертов, теоретическая выгода России отступления в ВТО составляет где-то 23 миллиарда долларов. А вот за то, что мы открываем все свои рынки внутренние, Россия в год будет терять 90 миллиардов долларов. Итого только прямые убытки России отступления в ВТО 67 миллиардов долларов в год. Убытки. Действительно им есть чему радоваться. Вопрос первый. На какие еще уступки пошла власть России, чтобы попасть в ВТО? Эти списки требований, что от нас требуют, они не публикуются. Государства не должны публиковывать это. Вопрос первый. На какие еще уступки пошла власть России, чтобы попасть в ВТО? Возможно, наши власти думают, что Запад им поможет. Но давайте помнить историческую истину, довольно простую. Кому Запад помогал, того он и разорил. И разорит окончательно нашу промышленность. Как уничтожил уже 42 станкостроительных завода и добивает Рязанский. 43-й завод. Кому это выгодно? А двукратное снижение государственной помощи нашему сельскому хозяйству. Кому это выгодно? А снижение экспортных пошлин на вывоз необработанного леса. Кому это выгодно? Как говорится, лес в обмен на бананы. Вступление в ВТО у нас тоже не ускорит наше развитие. Но оно находится в общем тренде зависимости страны. Вот и все. Но оно находится в общем тренде... Но оно находится в общем тренде... Есть вещи, которые действительно влияют на уровень экономики страны. ВТО вообще никак не влияет. Это 25-е решение в контексте общеколониального развития страны. Всем известно в мире, что ВТО это орудие транснациональных корпораций. И фактически это орудие развитых стран с целью закабаления тех стран, которые отстали в мировой конкуренции. И посмотрите, надо еще посмотреть на какие уступки мы пошли. Вот говорит господин Федорович, что мы что-то получили. Смотрите, перечислю. Во-первых, чудовищная вещь. Нас заставили признать, что наша граница не наша уже. Мы должны поставить по договору... Вы имеете ввиду переговоры с Грузией, да? Получается, швейцарская фирма будет стоять на нашей границе и контролировать нашу границу. Не контролировать, а давать информацию. Контролировать. Внешний контроль это называется. Там в документе внешний контроль. Не справа вмешиваться. Внешний контроль. Там слова такие стоят. Вы представляете, просто невероятная уступка. Ну, там еще куча уступок. Пошлины на нефтепродукты полностью сданы. Полностью сданы эта позиция. Дальше возьмем промсборка. Уступка с нашей стороны без всяких гарантий в будущем. Просто перенос там, потом что-нибудь там договоримся. По авиапрому. Отказ от локализации. И отказ от локализации по другим позициям. Были условия у нас выставлены, были совершенно четкие и обычные в мире, кстати. Что там 70% персонала нанимается, там, допустим, по соглашениям с тем этим. 80% оборудования внутри покупается. Все это отменено. Все. Так скажите мне, в чем они-то нам уступили? Сельское хозяйство живет на дотациях. В Европе это 300 евро на 1 гектар в среднем. У нас 6 евро на гектар дотации. И нашему крестьяну говорят, вот конкурируй, пожалуйста. У нас открытый рынок, мы часть мировой экономики конкурируем. Только тому 300 дают, а этому 6. Вот. И вступление в ВТО, вот вы говорите, защитили интересы сельского хозяйства. Вот вы поставили печать и подпись, что всегда теперь будет такое соотношение. 300 и 6. И наш крестьянин будет вот так вот конкурировать. А защитные барьеры? Вот защитные барьеры вы снимаете. Нам разрешено иметь барьеры на переходный период. Ну, а после переходного периода? Все, барьеры нельзя иметь. Ну, а после переходного периода? Все, барьеры нельзя иметь. То есть мы выращиваем в более невыгодных условиях, себестоимость выше. Это мировая конкуренция. Придется делать лучшие технологии. Это мировая конкуренция. В целом идея заключается в том, чтобы подталкивать нашего производителя, и не только в области сельского хозяйства, но и в других отраслях производства, к тому, чтобы он выпускал товары по ценам, приемлемым для наших граждан, а по качеству, желательно, лучше мировых. В отношении поддержки экспорта мы производим комбайны, поставляем их в 27 стран мира. Уже сейчас? Уже сейчас. И вам не нужно было вступать для этого в ВТО, правильно? В ВТО нам... Я имею в виду Россию. Вступление в ВТО нам абсолютно ничем не поможет. И никому экспортировать из России не поможет. Может быть больше начнете, допустим, завозить туда свои продукции, нет? Куда? Экспортировать? Да. Нет, меньше станем. Меньше. Посмотрите, с этого года, ну с нового года, поднимаются налоги, поднимаются у нас цены на ресурсы, у нас кредитные ставки выше, чем за границей. И сейчас снимаются вот эти последние барьеры. Вот нам на комбайны в три раза снижается пошлина. По каким-то позициям 8 раз на сельхозтехнику, на автомобили там 8 раз. Если бы эти 18 лет были потрачены на то, чтобы готовить его к этому бою, я бы нисколько не сомневался, что мы бы уже были готовы, в самом деле. Но вся экономическая политика строилась эти 18 лет, что мы подготовимся к ВТО, абсолютно противоположным образом. Она не только неблагоприятна к отечественному производителю, а она ставит его в крайне невыгодные условия с производителем мировых. Канада не сразу открыла свой рынок. Был бесконечный ряд раундов. И вам, как и Китаю, придется выдвигать ряд условий, чтобы иметь возможность конкурировать на мировом уровне. Стоимость перемен будет огромной. Было бы очень мудро со стороны русского правительства понять, что торговая политика должна сопровождаться своей собственной внутренней политикой, чтобы облегчить переход. Иначе от этого пострадает очень много людей. И это вызовет неблагоприятную реакцию в обществе. Вы задаете вопрос нормальному историку в области экономики, что он скажет по поводу, например, 30-х годов Соединенных Штатов, или прошлого века и так далее, позапрошлого. Понимаете, все сильные на сегодняшний день экономики обязательно проходили через период усиленного жесткого протекционизма. Для защиты производства в стране нет никаких других механизмов, кроме протекционизма. Ни одна промышленная страна не выросла, не используя протекционистских механизмов. Организация ВТО предназначена для уничтожения протекционизма. Поэтому вот все разговоры, что вот а как мы будем поддерживать свое производство в условиях ВТО. Да никак. Так. Специально вот организация для того, чтобы мы не могли использовать никаких протекционистских мер. Девальвация не защищает внутреннего производителя. Она делает только немножко более дешевым сырье для иностранных потребителей нашего сырья. В 18 лет Россия выполняла условия ВТО, все до последнего, с точки зрения внутреннего рынка. Российский рынок был полностью открыт. Один из руководителей Всемирного банка так и сказал, что в долгосрочной перспективе вступление России ВТО выгодно для российских производителей. И потом сделал оговорку, но только для тех, кто выживет. Кто выживет, это большой вопрос. Поддержку должны получать в первую очередь и главным образом лучшие производственные практики. Только эффективные предприятия и только конкурентоспособные образцы продукции, имеющие перспективу. Геномодифицированные продукты, они действительно нас запланят этими продукциями? Исследования 2008 года на мышах связывают употребление ГМ-кукурузы с бесплодием, показывая резкое уменьшение потомства с течением времени. Эти кадры со вчерашнего дня облетели весь мир. Лабораторную крысу кормили генно-модифицированные кукурузой американского сельскохозяйственного гиганта Монсанта. У самки развелась гигантская опухоль молочной железы. Два года французские исследователи втайне изучали воздействие на крыс трансгенной кукурузы, обработанной и необработанной гербицидом Раундап. Результаты ужасают. Высочайшая смертность в обоих случаях и ужасные опухоли. Вот этих крыс, абсолютно здоровых по состоянию на сентябрь 2010-го и с опухолями, порой размером с куриное яйцо, на финише эксперимента. Это рак, реакция на генно-модифицированный продукт, да еще и обработанный гербицидом Раундап, вообще-то самым распространенным в мире гербицидом. В свое время правительство США по настоянию корпорации Монсанту и соответствующего лобби приняло решение о запрещении даже малейшей маркировки, даже малейшей маркировки на упаковках продуктов, если они содержат ГМ-компоненты. Это позволило корпорациям Монсанту, Доу Кемикал, Дюпон и другим патентовладельцам ГМ-продуктов распространять свою продукцию абсолютно без какого-либо контроля ни со стороны государства, ни со стороны общества. Мы едим генно-модифицированную продукцию, но пока на ней стоят соответствующие отметки. Но если в рамках ВТО американцы подадут на нас в суд ВТО, что это необоснованное ограничение бизнеса и что мы должны убрать эти отметки, нашим властям, скорее всего, придется их убирать. Ни разу, когда мы находили ГМО в продуктах, на них не было маркировки. Содержит ГМО. Ни разу. Впрочем, результаты эксперимента не столь однозначны. Главный вопрос, почему у людей, уже 15 лет употребляющих в пищу модифицированную кукурузу, таких массовых и явных заболеваний не наблюдается? Мы нашли только статистику. Вы знаете, что плодовитость у людей падает. 5 миллионов пар, которые не могут зачать детей. Поэтому вот эта статистика есть. Мы не получили третьего поколения. Ни с раком, ни с другими изменениями здоровья. Им вопрос-то нет. Ученые утверждают далее, что технологии генетически модифицированных организмов, ГМО, блокируют природные процессы по деторождению как у женщин, так и у мужчин. Это происходит на уровне отдельных клеток. Эта процедура весьма мутагенна и регулярно взламывает генетические барьеры. Отсюда наступает бесплодие, нарушение иммунитета, ускоренное старение, ускоренный синтез холестерина в организме, а также изменение печени, почек, селезенки и желудочно-кишечного тракта. Количество детей с аномалиями половых органов за последние 10 лет увеличилось в 5 раз. Гипосподия или гермафродитизм, когда есть и мужские, и женские половые органы, сейчас встречаются у каждого 120-го ребенка. Ситуацию усугубили плохая экология, стресс и гормоны. Современные мамы увлекаются гормональными таблетками и выращенной на гормонах едой. Больше всего влияют на гормональный фон именно продукты, которые содержат генномодифицированные ингредиенты какие-то, либо фитоэстрогены. В Америке и Европе дефекты половых органов уже стали одной из самых распространенных болезней. Россия догоняет Запад. Всплески онкологических заболеваний в европейских странах. Будет ли теперь кто-то разбираться, в скольких случаях всему виной была именно американская кукуруза? А сейчас нация стерилизует. Вот сегодняшний метод стерилизации. И в этом плане вступление в ЭТО не является таким большим злом, как иногда его представляют. Генномодифицированные продукты, они действительно нас запланят этими продукциями? Такой прецедент есть, очень крупный. Это судебное разбирательство в рамках арбитражного органа ВТО между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Европейский Союз попытался воспрепятствовать приходу на европейский рынок мяса, которое было получено с использованием генномодифицированных технологий. Значит, до тех пор, пока вы не доказали вред этих продуктов, вы не можете на самом деле ссылаться на это как запрет. В результате суд, да, конечно, потому что были приняты ответные санкции Соединенных Штатов, и суд ВТО был вынужден признать, что европейцы не могут защищать свой рынок от этих товаров. Поэтому если вы приняли закон, который будет противоречить нормам ВТО, это ваши проблемы. Мы уже его приняли, и противоречить нормам ВТО. Это значит вас заставит исправить эту норму. Посмотрите, вот сразу, вот сразу одна цитата. Наталья, ну послушайте, Евгений. Значит, Збигнев-Бзижинский в своей книге «Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство» даже не скрывает, что ВТО очень удобный инструмент для осуществления замыслов Соединенных Штатов. Цитата, значит, из его книги. ВТО «Голос США» слышен громче всего, а те, кто утверждает, что ВТО создает равные условия для конкуренции, просто наивные чудаки, над которыми можно только посмеяться. Ну это мировая конкуренция. Ну как бы это сказать. Не вступление в ВТО, не скажется на нас в плане стратегического никак. ВТО для нас сегодня – это мин замедленного действия. Не вступление в ВТО, не скажется на нас в плане стратегического никак. А стратегические решения на территории России вообще не принимаются. То есть они увезены в Соединенные Штаты. Вступление в ВТО принесет России несчислимые беды, возможно, поставит под вопрос само ее существование. А в тактическом плане – удивятся. Удивятся. Та же Европа, и в частности Англия, не снизила входные пошлины на кур и на пшеницу. По-моему, вот такая ситуация была. Но только в том случае, если оговорено, это правильное ВТО для вступления в Англию. Это общий баланс. Но это конкретная вещь, которая может быть исключением. У нас же тоже исключение при вступлении в ВТО. У нас переходный период по сельскому хозяйству тоже 15 лет. Переходный период – это вопрос государственного протекционизма. Протекционизма. Организация ВТО предназначена для уничтожения протекционизма. Что инвестиции приходят за прибылью. Больше ни за чем. Мы продаем сырье и продукцию первого передела. Все. Потому что, чтобы продавать сложные вещи, нужно, грубо говоря, это конкурентные рынки. На этих конкурентных рынках очень сильна роль политического лоббирования. Чтобы продать станки, вам мало произвести эти станки, чтобы они были хорошие и конкурентоспособные. А нужно еще, чтобы ваше государство помогло вашему производителю продать эти станки. Наше государство способно только в качестве поддержки производителя, только чуть-чуть меньше. Великий ученый мирового уровня Менделеев писал, что чиновникам, как и вообще потребительским классам, непонятно польза протекционизма. Наша легкая промышленность погибла под начиском дешевых товаров. Уже сейчас погибла. И она не восстановится в условиях ВТО. Тоже касается всего прочего. Мы переживаем, что вот нет поддержки у организаций, борющихся с ВТО. Нет, так сказать, лоббирования. Откуда оно возьмется? У нас вот есть производители вообще электро-бытовой техники свои, именно свои. Поэтому о чем говорить? Вот вы вот все здесь присутствующие представители бизнеса, это, ну, так сказать, вот некие последние бойцы, я бы так сказал. Это вопрос государственного протекционизма. Сегодня те, кто нас должны защищать и кто нас втянул в это ВТО, они этим не занимаются. То есть у нас по сию пору не сформировано представительство нашего ВТО. То есть фактически ни органы, ни системы обучения, ни системы взаимодействия государства и бизнеса в этом вопросе, она никак не отработана. Никаких юристов, защищающих наши права, у России нет. И если тут что-то мы хотим бороться в жене, то, пожалуйста, миллион долларов только для начала разговора. И мы можем помочь только сами себе, конечно. Для России очень важно понимать правовую природу института ВТО. Она исторически уникальна и основана на концепте закона, весьма отличающегося и от европейского права. И я полагаю, от российского. Учтите, что в США проживает 4% мирового населения и 50% мировых юристов. Когда нас агитировали за вступление в ВТО, нам обещали, что наш экспорт облегчится, что будут сняты те тарифные ограничения, которые есть для нашего экспорта. Хотя мы возражали и говорили, что все ограничения наложены в соответствии с правилами ВТО и они не исчезнут. Но прошел год. Министерство экономического развития до сих пор не дало ответ на наш запрос, а какие же тарифные ограничения и нетарифные были сняты в отношении нашего экспорта при вступлении в ВТО. По нашим данным всего 4 из более чем 2 тысяч. То есть реального улучшения условий для нашего импорта не произошло. Нам говорили, что повышится конкуренция и не будет столь высокая инфляция, цены на потребительские товары не будут расти. Я даже комментировать этого не буду. Все, кто здесь сидит, испытывают это на своих карманах. Нам говорили, что улучшится инвестиционный климат. Хотя мне было всегда непонятно, что мешает нам принять те законы, которые необходимы для развития предпринимательства и без вступления в ВТО. Но вот я как депутат могу сказать, что по крайней мере за прошедший год мы не увидели каких-то радикальных порывов в этом направлении. Правительство не представило в Думу соответствующие законопроекты. Более того, мы не можем добиться от нашего правительства представления какого-то внятного плана адаптации нашей экономики к ВТО. Медведков докладывал на комитете по проблемам вступления в ВТО. Мы говорим, а почему у вас ни в одной программе, мы даже это не слышали, нет бюджета на переселение людей, обустройство их и переобучение сельских жителей. Потому что по нашим подсчетам минимум 30-40% сельских жителей останутся без работы. Это минимум. Значит, им надо будет дать работу. Какую и где. У вас есть это в планах? Мы считаем, что для сельского хозяйства приседение к ВТО будет скорее плюсом, чем минусом. Наши оппоненты говорят, что нет минусу. Но вот наши аргументы на столе, а мы других аргументов, таких серьезных аргументов пока не услышали. Мы сейчас, конечно, в уникальной исторической ситуации, когда иногда становится стыдно, когда генеральный секретарь НАТО рекомендует нашему руководству подумать о создании новых рабочих мест. Как-то с вами рассуждаем сейчас в контексте немножко не таком. Мы обсуждаем вопрос, как нам улучшить производство свинины в связи с вступлением в ВТО. А я по-другому ставлю вопрос. Почему мы не можем нормально наладить работу экономики? Сразу после Нового года газеты обошли прогнозы академика Сергея Глазьева. Он считает, что напечатанные за последние два года полтора триллиона долларов, 1,2 триллиона евро и сравнимые суммы в иенах и фунтах стерлингов могут быть использованы для скупки реальных активов по всему миру, в том числе и в России. Требуются срочные государственные меры для нейтрализации угроз национальной экономической безопасности. Глазьев покусился на святая святых. Заветы отца шоковой терапии Егора Гайдара. На верность которым на очередных Гайдаровском и Давосовском форумах недавно присягнул Дмитрий Медведев. Человек, который всерьез утверждает, что денежная эмиссия в США и Европе осуществляется с целью захвата по дешевке российских активов, если он здоров, может быть кем угодно, только не экономистом. И, наконец, еще один принципиальный момент. Государство продолжит приватизацию предприятий. Но будет делать это продуманно. Госактивы будут продаваться по открытым, понятным правилам. По лучшему и самому эффективному собственнику. Естественно, по справедливым рыночным ценам и с учетом текущей экономической конъюнктуры. План приватизации федерального имущества утвержден. В конечном счете предстоит реализовать госпакеты и доли практически во всех несырьевых компаниях. Полтора триллиона долларов могут быть использованы для скупки реальных активов по всему миру, в том числе и в России. Во время кризиса 2007-2010 года Федеральная резервная система раздала разным банкам кредитов на 16 триллионов долларов. А они триллионами заливают экономику. И один кредит не возвращен. Вы понимаете, мир вступает в такую фазу, когда наглые банкстеры даже не считают необходимым чего-то объяснять. Сделали и сделали. А вы, дураки, не понимаете. План приватизации федерального имущества утвержден. Что такое ВТО? ВТО на обмен рынками. Российский рынок открыли в обмен на открытие рынков других стран-членов ВТО. И вступление в ВТО это по большому счету попытки иметь какие-то права. Специально как раз на примере ВТО сейчас и поясню. Дело не в том, что мы равно с ними получим свободный доступ, а не к нашему, а мы к их. Нет. ВТО на тех условиях, как мы вступаем сейчас, они-то получают доступ к нашим природным ресурсам как к своим. Они по существу, если будет реализован отказ от экспортных пошлин на вывоз нефти, они будут заменены какими-то акцизами, еще чем-то, значит, Запад получит доступ к нашим природным ресурсам даже не по мировым рыночным ценам, а по себестоимость, ну, с уплатой налогов и так далее. А мы, в отличие от них, не получим доступ к их технологиям не только по себестоимости, но даже по рыночной цене, потому что они оставляют свое право, как бы какому-то предпринимателю, как бы какому-то предприятию не хотелось бы, не было бы выгодно коммерчески нам продать те или иные технологии, президент США, соответствующие должностные лица Европы, оставляют свое право просто вводить запрет. И они запреты держат, и сейчас в отношении нас, на передачу тех или иных технологий. То есть это очевидно неравноправное партнерство. Мы им отдаем все свои ключевые козыри в глобальной мировой игре, они нам в ответ не дают ничего. Значит, конечно, по большому счету, моя оценка, это прямое предательство стратегических национальных интересов, точно такое же, какое было и с европейской, и с корректой Хартии в конце 90-х, и с СРП в начале и середине 90-х. Вступление в ВТО это, по большому счету, попытки иметь какие-то права. На мой взгляд, это опасная иллюзия, что в рамках ВТО мы сможем что-то защитить или что-то изменить, потому что опыт других стран говорит об обратном. ВТО опасно не только для нашего производства, но опасно и для социального государства. Мой тезис это то, что соглашение ГАДС в ВТО это отказ от социального государства. Я хотела бы показать, как это происходит. На анализе перечня специфических обязательств Российской Федерации по услугам. К сожалению, в ВТО образование, здравоохранение и транспорт, культура и другие области, которые на самом деле до этого понимались как области социального государства, как общественные блага, понимаются в ГАДС как услуги. То есть это новые рынки, которые должны быть открыты, либерализованы. Россия останется рыночной либеральной экономикой. Мы сохраним для всех этот либеральный режим, который, на мой взгляд, является одной из фундаментальных основ для полномасштабного инвестирования в экономику России. Инвестиции приходят за прибылью. Больше ни зачем. То есть это новые рынки, которые должны быть открыты, либерализованы через соглашение ГАДС. Оказывается, ВТО понимает финансирование государственных учреждений, как то университеты, государственные клиники и так далее, как субсидии. Вот это вот понимание, оно подрывает само понимание государственных учреждений, общедоступных благ. Если это субсидии, то будет дискриминацией и нарушением иностранных инвесторов, инвесторы здесь будут частные клиники, частные университеты, к примеру, нарушение их прав, не предоставление субсидий. То есть следующий шаг будет требование выплаты субсидий также и для частных компаний, для частных иностранных компаний в этой области. Это приведет к тому, что у государства все будут сокращаться ресурсы. Третий том назывался «Завершение». Задача этого этапа следующая. Ликвидация советской армии, ликвидация России как государства, ликвидация атрибутов социализма, бесплатного обучения и бесплатного медицинского обслуживания, введение атрибутов капитализма типа «За все надо платить», ликвидация мирной жизни в Ленинграде и Москве, ликвидация общественной и государственной собственности и введение частной собственности повсеместно. Я сторонник капитализма? Нет, я сторонник частной собственности. Очень опасный пункт внутри государственного регулирования. Сейчас идут по нему переговоры. Когда эти переговоры завершатся, то можно будет требовать через суд ВТО открытие секторов услуг, которые мы видим. Ну и последний самый важный пункт, что это постоянные переговоры, это незакрепленный что-то постоянный какой-то список, это progressive liberalization, эти списки требования, что от нас требуют, они не публикуются. Государства не должны публиковать, это вот в Европе было опубликовано, потому что общественные организации этим возмутились. Но мы видим, что разрушение социального государства мы не будем даже видеть, как это происходит, потому что переговоры не будут даже открыты для общества, то есть тут на самом деле подрывается просто основа демократии. Переговоры с ВТО не закончатся никогда. ВТО всегда будет выдвигать все новые и новые требования. Это называется permanent liberalization, то есть перманентная либерализация, ну как перманентная революция Троцкого. То есть нет собственно говоря некого набора требований, которые можно было выполнить, и они от нас отстали. Они все время будут требовать все больших и больших уступов. У нас есть такая пословица наидыш, это наверное вам будет понятно, азгут изгут, избесер нишбесер, если хорошо, это хорошо, разве лучше, это не лучше? Они все время будут требовать все больших и больших уступов, поскольку по ВТОшным, а это либерально-монетаристские, фундаменталистские взгляды, те деньги, которые мы тратим на здравоохранение, на оборону, на то, чтобы кормить школьников, заключенных, армию, это все не государственные национальные сигналы, это все услуги рыночные, а значит на эти рыночные услуги могут претендовать и иностранные компании. Министр обороны это вертикаль административно-хозяйственная, и она обеспечивает вооруженные силы, не командует вооруженными силами, обеспечивает вооруженные силы. В этом суть позиции министра обороны. Недаром в большинстве стран мира это гражданская позиция, потому что у него другая компетенция. Он, например, компетенция в области финансов. Генерал на этой должности просто не нужен. Но это мое мнение. Нет, я сторонник частной собственности. Ликвидация общественной и государственной собственности и введение частной собственности повсеместно. Мы сознательно пошли на потерю значительного объема золотовалютных резервов. Свыше 100 миллиардов долларов. Именно для того, чтобы все участники рынка поняли, в России возврата к прежнему регулированию не будет. Россия останется рыночной либеральной экономикой. И все инвесторы, которые входят в Российскую Федерацию, на российский рынок, ясно и четко должны понимать сегодня и на будущее. Мы сохраним для всех этот либеральный режим, который, на мой взгляд, является одной из фундаментальных основ для полномасштабного инвестирования в экономику России. И активизация по расширению членов, количества членов Всемирной торговой организации за счет России, Беларуси и Казахстана. Вы помните, Запад говорил неоднократно, что в России должно остаться всего 50 миллионов человек. Больше мира не нужны. А теперь говорят, не 50, а только 35 миллионов. Опять, кому это нужно? Вам, России, президенту? Эти списки требований, что от нас требуют, они не публикуются, да? Основные бумаги по вступлению России в ВТО вообще не переведены на русский язык. Мы вносили вообще-то в апреле месяце группа депутатов фракции КПРФ, среди которых было я, постановление о парламентском запросе в адрес страдающего председателя правительства Путина с целью проинформировать общество о последствиях, которые будут для российских производителей России в целом после вступления в ВТО. ВТО это наднациональная структура, которая не признает юрисдикцию ООН. Если вы посмотрите, ООН организовывался на уровне решения высших законодательных органов и на уровне глав государств и правительств. Кто организовывал ВТО? Юридическая подоплека. Посмотрите. На самом деле экспертное сообщество считает, что ВТО это инструмент транснационального капитала в лице банков и транснациональных корпораций. Не зря же Клинтон госсекретарь и тот же Обама говорят, ну наконец-то мы Россию сейчас в ВТО возьмем и это позволит увеличить количество рабочих мест в США. Мы сейчас более 50% завозим харчей и это же в принципе мы сразу отдаемся под иностранные харчи, где завалят генномодифицированный продукт. Переговоры все по условиям и уступкам России проходили келейно и подавляющее большинство российских производителей просто не видели. Сама процедура ратификации проходит с колоссальными нарушениями. Мы с экспертной группой юристов нашли нарушение шести статей Конституции. У нас есть главный основной закон называется он Конституция. Он определяет все устройство государства по разным его направлениям, в том числе и избирательную систему. А если он начнет выбиваться из системы, он будет нарушителем Конституции. А знаете, что по американским законам для нарушителя Конституции? И Ельцин по этой дороге в свое время шел. Помните, ему импичмент чуть не объявили? Так это американцы ему импичмент проводили. Весной Весной чуть было не состоялся импичмент президента Ельцин Ведь не случайно Коржаков в своей книге даже написал, что были припасены даже баллоны с отравляющими веществами и они были размещены там, где было заседание, что если бы мы получили большинство и отрешили бы президента от должности против парламента должны были применить химическое оружие. Мы позавчера сдали в Конституционный суд наш запрос где мы просим не вступивший в силу международный договор вообще как противоречестве Конституции Российской Федерации запрестить его внедрение на территории Российской Федерации. В соответствии с нашей Конституцией все законодательные акции должны вноситься на государственном языке. Учитывая, что собака зарыта в приложениях к протоколу, то и они должны быть внесены в Государственную Думу они находятся только на трех языках французском, английском и испанском. Мне представитель правительства вручил неофициальный текст. Когда мы его попытались почитать то поняли что даже перевод по логике и смыслу перевода делал англичанин на русский а не русский с английского на русский. Понимаете? Основные бумаги по вступлению России в ВТО вообще не переведены на русский язык. Эти списки требований что от нас требуют они не публикуются. Государства не должны публиковать это. Мы собрались сначала 116 депутатов обратили счетную палату Российской Федерации. Она выяснила и сказала что потери для российской экономики только на год вступления в прошлом году составят около 300 миллиардов рублей. Со скрытым эффектом по разным экспертным оценкам до полутора триллионов. За один год потери числа. Она констатировала что к сожалению в правительственном не выполнены мероприятия по разработке технических регламентов. Борис Николаевич нам навязал конституцию которая признана приоритет международного законодательства перед внутренним. Это нет ни в одной стране мира. Если бы я считал что тоталитарная или авторитарная система является для нас наиболее предпочтительной то я бы просто изменил конституцию как вы понимаете это было легко сделать это же не требует даже какого-то всенародного голосования это достаточно было провести это решение в парламенте где у нас было больше 300 голосов я сознательно ушел на вторую позицию сознательно для того чтобы обеспечить и а преемственную тласть преемственность власти и б проявить уважение конституции страны и к нашим законам Конституцию тоже надо менять но это как завершающий процесс оскорбительный на мой взгляд для нашей страны для нашего народосовета поменять конституцию мозги им надо поменять а не конституцию конституцию тоже надо менять но это как завершающий процесс то я бы просто изменил конституцию как вы понимаете это было легко сделать если Путину удастся сломить американцев как элемент публичный, это будет изменение Конституции. Я бы просто изменил Конституцию. Как вы понимаете, это было легко сделать. Это же не требует даже какого-то всенародного голосования. Приоритет международного законодательства перед внутренним. Это нет ни в одной стране мира. Была такая возможность, легко можно было поменять Конституцию. Президента, у него нет полномочий их менять. А если он начнет выбиваться из системы, он будет нарушителем Конституции. А знаете, что по американским законам для нарушителей Конституции? Нашли нарушение шести статей Конституции. ВТО – это отбрасывание лестницы наверх для развивающихся стран. Почему? Потому что ВТО – это инструмент по закреплению монопольного положения этих корпораций. То есть мы забрались наверх, теперь мы хотим закрепить это. Ну, вы знаете, у меня тут проходит аналогия такая. Было в 20-30-е годы в России, в Советском Союзе, была группировка, которая считала, что надо отдать Россию как жертву для построения мировой революции, чтобы надо захватить Варшаву, организовать интернационал. Сегодня, почему необходим переход от либерализма к неолиберализму? Неолиберализм уже начинает мыслить в транснациональных категориях полностью. Что фактор государств отходит на задний план, и неолибералы мыслят структурой глобального масштаба. То есть для них уже важно человечество, бедные, богатые, транснациональные корпорации, которые становятся просто корпорациями. Скоро не просто рынок конкурирует, внешний и внутренний, а внутренний рынок исчезает. Всякий рынок становится таким открытым, глобальным рынком. Отсюда ВТО, Мировой банк, мы недавно вступили в ВТО, согласились признать правила экономического законодательства в глобальном масштабе, и по сути дела сделали наш национальный рынок просто сегментом глобального рынка. Ничего больше национального в нем нет, он действует по законам глобального рынка. Соответственно, дальше протекционистский меризм. Вот это уже будет невозможно в рамках ВТО, потому что никаких протекционистских мер, защищающих, например, части своей сегменты, своей промышленности от глобальных конкурентов, просто будут юридически невозможны в рамках ВТО. Это тоже шаг глобализации. Мир охватила эпидемия глобализации. Концепция глобальной унификации человечества была принята на секретном заседании сначала Римского, а затем и Бильдельбергского клубов. Принятая концепция глобализации прежде всего подразумевала превращение человечества в единую безликую серую массу, лишенную национальных особенностей и традиций. Людей надо было лишить Родины. Для этого все должны были рождаться и умирать в одинаковых условиях, что в Америке, что в Европе, что в России. Поступила команда, Россия туда вступила. Все. Вот вы говорите, не лучше ли было сначала модернизировать, а потом вступить? Многие эксперты, подавляющее большинство экспертов, считают, что нам не модернизировать нашу экономику без вступления в ВТО. Вот что все делают. Для защиты производства в стране нет никаких других механизмов, кроме протекционизма. Ни одна промышленная страна не выросла, не используя протекционистских механизмов. Организация ВТО предназначена для уничтожения протекционизма. Подавляющее большинство экспертов считают, что нам не модернизировать нашу экономику без вступления в ВТО. Вот что все делают. Я бы, откровенно говоря, никогда бы и не согласился на приседение к ВТО, если бы после длительных, очень продолжительных дискуссий не согласился с этим мнением. Далее он сетовал на то, как была проведена приватизация. Не я же ее проводил. И что ему потом пришло все собирать в кучу. Так вот, я обращаю ваше внимание на то, а кто же те эксперты вокруг премьера будущего президента, подавляющее большинство которых утверждает ему, и он верит, что без ВТО нам модернизацию не провести. А это не одни ли и те же люди, те, кто проводил вот ту бандитскую, заведомо криминальную, заведомо антинационально ориентированную? Я вам объясняю, что вам никто никогда власти не даст. Власть всегда в руках мафии, бандитов, криминалов, коррупционеров, отцовят все сегодняшний власть. Антинационально ориентированную, когда контрольные пакеты акций ключевых стратегических предприятий передавались по существу НАТО, вот эту приватизацию, и эти же люди являются ключевыми экспертами, вроде как у национально ориентированного лидера, якобы болеющего за то, чтобы сохранить единую страну. ВТО, к которому мы сейчас присоединяемся, мягко говоря, несправедливая и даже не международная организация. Это некий клуб добровольцев, не имеющий отношения к международным организациям в рамках системы ООН. С моей точки зрения, категорически недопустимо не только присоединяться к ВТО на тех условиях, о которых мы сейчас знаем, но я считаю, что даже подавать заявку на вступление в такой клубчик, организованный самыми сильными в этом мире, по существу создавая клуб преемника организации, созданной против Советского Союза, против России, как механизм взламывания суверенитета других государств и использования экономик этих государств для глобального противостояния, в интересах одной из сторон противостояния. Мы, как член Совета Безопасности ООН, с правом вето, должны были говорить, что с этой организацией, как организацией, мы вообще не имеем никакого дела. И точка. Вот известные политические, общественные деятели, которые долго говорили нам о патриотических ценностях, а потом вдруг в последний момент поддержали Путина на прошедших выборах. Когда их прижимают, теперь к стенке говорят, ну как же, вот военная база, вот вы из-за этой базы в Ульяновске, вы же Путина поддержали. Они находят такие объяснения, что вы понимаете, это такой компромисс. Вот Путина настолько неприемлем для Запада, он настолько кость в горле, что он вынужден пойти на какие-то компромиссы для того, чтобы примириться с Западом. И вот я все иду дальше. А дальше-то что? Если ты идешь на такие компромиссы, которые делают практически бесполезным и бессмысленным, все то, ради чего ты как будто бы на них идешь. И вот мне представляет, что вступление в ВТО на нынешних условиях, если это чистая коррупция масштабная и чистое предательство, то не на уровне того, что мы вот сможем еще 15 копеек или 15 миллиардов долларов получить за то, что там еще что-то продадим на лучших условиях на Западе. Это скорее все-таки на уровне каких-то других инструментов удержания выгодоприобретателями западными государствами, западными корпорациями своих рук или своих удавок на шее каких-то из ключевых должностных лиц российской власти, принимающих решения. Горы из России имеют и сейчас убежище в Лондоне. Если ты в России много украл, коррупционер, Лондон тебя приветит, даст тебе вид на жительство, даст тебе политическое прикрытие. И сейчас, и будет и дальше. После поражения Собчака на выборах губернатора Санкт-Петербурга Путин оказался неудел. И Чубайс, будучи руководителем администрации президента Ельцина, трудоустроил его к себе на работу. Вот так оформился тандем Чубайс-Путин, тандем с Чубайсом, который является американским орденоносцем. Вы все прекрасно понимаете, в связи с чем и за что. Свой уход из органов госбезопасности Путин объяснил достаточно просто. Цитирую его высказывание. «Я уже понимал, что будущего у этой системы нет, у страны нет будущего. А сидеть внутри системы и ждать ее распада, я еще оставался в органах, но потихоньку начал думать о запасном аэродроме». А далее он заявил, «Собчак, безусловно, был ярким человеком и видным политическим деятелем, но связывать с ним свое будущее было достаточно рискованно. Все могло просто в один момент развернуться. Мы считаем, что господин Путин и сейчас думает о запасном аэродроме». Горы из России имеют и сейчас убежище в Лондоне. Если ты в России много украл, коррупционер, Лондон тебя приветит, даст тебе вид на жительство, даст тебе политическое прикрытие. И сейчас, и будет и дальше. У нас в законе прописано, что можно в России быть иностранным агентом, предправлять страной, и за это ничего нету, кроме общественного опорицального. Я вам скажу, я реалист и абсолютный прагматик, стопроцентный. В системе прагматического реализма деньги являются очень важную роль. Американская оккупационная пропаганда работает в другом ключе. Она не замалчивает в плане того, что цензура, нельзя об этом говорить. Она белое называет черным, то есть полностью сносит мозг. В принципе, американская пропаганда, в отличие от советской, рассчитана на дураков. Поэтому это просто действует по принципу «чем больше вранье, тем легче поверят». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова